МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе презентовали автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Что ждет участников эксперимента? Сегодня в Алтайском крае отменили самую крупную партию мобилизованных. Ее должны были отправить из Бийска. Но мобилизацию приостановили. Причем на неопределенный срок, без объяснения причин. Об этом сообщает сайт «Бийский рабочий». Его сотрудники пообщались с военным комиссаром Бийска, Бийского и Салтонского районов Дмитрием Куватовым, который как раз рассказал об отмене самой массовой отправки призывников и добровольцев. Возможно, это и есть тот самый перерыв, о котором накануне говорил зампредседателя краевого правительства Виталий Снесарь. Он заявил, что мобилизация в нашем регионе продлится до середины октября, но с небольшой паузой. Также Снесарь сообщил, что на данный момент Алтайский край выполнил план по поставке мобилизованных на 60%. Но сколько именно мужчин должны отправить, чиновник не уточнил, сославшись на закрытость этой информации. Неизвестно теперь и через какое время мобилизация возобновится. А вот нотариусы для мобилизованных начали работать в особом порядке. Такое решение 27 сентября принято правлением Алтайской краевой нотариальной палаты. С того же дня нотариусы региона предоставляют льготы. Все, кто подлежит призыву по частичной мобилизации, полностью освобождены от оплаты услуг правового и технического характера. Удостоверение доверенности, за исключением доверенности в порядке передоверия. Это удостоверение завещаний, за исключением совместных завещаний супругов, завещаний, предусматривающих создание наследственного фонда и юридически значимых изъявлений. Это согласие законных представителей, опекунов на выезд несовершеннолетних детей за границу, на получение несовершеннолетними детьми заграничного паспорта и в том числе водительского удостоверения. Именно эти действия, говорят сотрудники нотариата, сейчас наиболее востребованы среди мобилизованных. Обратившихся для удобства принимают в особом режиме, вне очереди и в выходные дни, в дежурных нотариальных конторах. Их список размещен на сайте краевой нотариальной палаты. Добавим, льгота предоставляется только при предъявлении повестки о призыве. Автоматизированную упрощенную систему налогообложения презентовали в Алтайском крае. Она в экспериментальном режиме уже работает в нескольких регионах России, в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Но всем ли предпринимателям подойдет новый режим? И что ждет тех, кто присоединится к эксперименту? Об этом расскажет Анна Рашагирова. Считать налоги и сдавать отчеты самим предпринимателям теперь не нужно. Вместо них это сделает банк. Вот, пожалуй, главная идея нового так называемого автоматизированного упрощенного режима налогообложения. Накануне о нем рассказали сотрудники краевого ФНС на онлайн-встрече с предпринимателями. Так, новый режим может быть доступен организациям, где меньше пяти работников. Налогооблагаемый доход за текущий календарный год не превышает 60 миллионов рублей, а остаточная стоимость основных средств не больше 150 миллионов рублей. При этом совмещать АОСН с любыми другими налоговыми режимами нельзя. Доходы и расходы налогоплательщику ввести не придется. Доходы и расходы будут ввестись в личном кабинете налогоплательщика. И у нас перечень уполномоченных банков есть, которые будут за налогоплательщика ввести этот учет. Налогоплательщику уже останется только оплатить налог или уполномочить свой банк, автоматически перечислять сумму в бюджет. Как заявляют сотрудники ведомства, при автоупрощенке бухучет не нужен. Однако пока к такой возможности сами предприниматели относятся весьма скептически. Я не знаю предпринимателя, который может работать без бухгалтера, потому что всегда возникают какие-то встречные проверки, запросы, на которые надо отвечать. У нас постоянно меняется налоговое законодательство, и не только налоговое. И эта смена постоянного законодательства подразумевает, что ты должен быть компетентным. Отмечают предприниматели и следующие минусы в автоупрощенке. Так счет можно открыть только в банке из списка, который предложат налоговики. Платить налоги придется ежемесячно, а зарплату сотрудникам перечислять исключительно безналичным способом. К тому же ставки по новому спецрежиму будут выше, чем у классической упрощенки. Пока АОСН в качестве эксперимента запустили только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Но с 2028 года его планируют распространять. Анна Рашигирова, Алексей Фризин, Битрий Денисов. День с толком. В Барнауле прошло первое заседание городской думы 8-го созыва. 40 депутатов, за которых проголосовали барнаульцы, в ближайшие 5 лет будут решать городские проблемы. Как распределились места в новой думе, а также кто стал ее председателем, об этом в нашем сюжете. Эту избирательную кампанию в гордуму называют одной из самых конкурентных в истории. Первое заседание 8-го созыва. Из 40 народных избранников только 16 представителей 7-го созыва. Впервые в гордуме появилась новая фракция. Теперь их 5. Единая Россия, Справедливая Россия за правду, ЛДПР, КПРФ и Новые люди. Как и в прошлом созыве, 31 мандат взяли единороссы. Это абсолютное большинство. Все депутаты разных возрастов. Те, кому еще нет 30 лет, и те, кому за 60. Все представляют разные сферы. В этот раз мы усилили социальный блок врачами. Я думаю, что это позволит улучшить оказание медицинских услуг в городе Барнауле. Также у нас промышленники, бизнесмены, образование, культура. И это нам позволит профессионально работать в Барнаульской городской думе на благо наших жителей и на развитие нашего города. На первом заседании депутаты большинством голосов выбрали председателя Гордумы. Им стала Галина Буевич. Она возглавляла Думу в прошлом созыве. Независимо от того, представлена фракция 31 человеком, как фракция Единая Россия, либо фракция представлена двумя депутатами. За каждым из них стоят барнаульцы. Жители должны понимать, отдали они голос этому депутату, они должны понимать, что они к нему всегда могут обратиться и получить очень внятный ответ. Ей депутат, он не просто имеет право, он обязан представлять их интересы. Также депутаты проголосовали за нового заместителя председателя. Замещать Галину Буевич будет Андрей Солодилов. Кстати, он является депутатом Гордумы с 2004 года. Работал в составе 4, 5, 6 и 7 созывов. По его словам, уже сейчас депутаты начинают работу с жителями Барнаула. Мы будем смотреть, что можно решить в ближайшее время до наступления зимнего периода. Что можно решить за счет бюджета. Что-то можно будет решить за счет вхождения в какие-то программы федеральные или местные. Может быть, какие-то программы будем решать по своей квартирной принадлежности. Несмотря на разные политические взгляды, депутатам предстоит сообща решать главные городские проблемы. Участие в программах, реконструкция коммунальной инфраструктуры, переселение из аварийного жилья и не только. И, конечно, уже в ближайшее время нужно сформировать главный финансовый документ – городской бюджет. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Тема учительских зарплат и дефицита кадров вызвала жаркие дискуссии во время правительственного часа в Краевом Заксобрании. Так, министр образования и науки Края Светлана Говорухина заявила, что средняя зарплата учителя в регионе составляет 37 тысяч рублей. По словам руководителя ведомства, это вполне себе нормальное вознаграждение за труд педагога. При этом министр отметила, что дефицит кадров в отрасли не связан с доходами в профессии. Об этом в нашем сюжете. Доклад министра образования Края Светланы Говорухиной в ходе правительственного часа поучительски уместился в строго отведенное время – полчаса. Но и этого хватило, чтобы обсудить значимые проблемы отрасли. В частности, коснулись проблемы нехватки кадров. Кадровый дефицит системы общего образования на начало учебного года он в два раза практически по сравнению с прошлым годом был меньше. И на оставшиеся вакантные ставки путем перераспределения нагрузки между существующим педагогическим составом такая работа была проведена. И на сегодняшний день все программы обучения выполняются в полном объеме. И тем не менее, школы Края Остров нуждаются в учителях математики, русского и иностранного языков, литературы и начальных классов. Большое количество вакантных мест Говорухина объясняет тем, что выросло число обучающихся и учителя уходят на пенсию. Но с зарплатами, по словам министра, это не связано. Да и в целом оплате труда Говорухина посвятила всего несколько слов. 1 июня текущего года заработная плата работников образования увеличена на 10%. Средняя зарплата учителя по краю, как следует из доклада, составляет 37 тысяч рублей. Однако депутаты напомнили, чтобы получить эту сумму, педагогу зачастую приходится дополнительно брать на себя кружки, преподавать другие предметы, не имея порой на это должных компетенций. Многие занимаются еще и репетиторством. Не соглашусь с вами о том, что учителя в школе не работают только по причине низкой заработной платы. К сожалению, педагогические работники работают на меньшую заработную плату в других сферах. Просто педагогическая деятельность, она особая по своему менталитету и так далее. Я считаю, что 37 заработная плата средняя у учителя в сравнении с общей краевой средней заработной платой – это вполне нормальный вариант. Звучали и другие интересные высказывания. Так депутат от коммунистов России Сергей Матазов предложил перейти, цитата, к лучшим советским традициям. Наравне с флагом России поднимать в школах и красное знамя СССР. Однако Говорухина отметила, что воспитание в школах уже отвечает всем требованиям федеральных властей. Анна Рашигирова, Александр Антропов. День с толком. Буронабивные сваи начали устанавливать на путепроводе в районе Нового рынка. В данный момент подрядчик начал бурить землю под первую опору. Всего их будет три. В чем преимущество буронабивных сваи и зачем они нужны – об этом в сюжете Дмитрия Дроздова. Строители сначала проверили грунт, подготовили место под первую опору и потратили день на ее установку. Процесс этот непростой, но результат того стоит. Свая обеспечит будущей конструкции надежность и долговечность. Выбуривается колонна в грунте. Потом в нее мы погружаем металлокаркас, который мы заранее готовили. В течение всего лета они изготавливались. Потом заливается бетоном. Вот вчера мы одну уже сваю залили. Соответственно, он потом выстаивается. После того, как зальют все сваи, на них монтируют металлические опоры. Наглядно этот процесс включает в себя несколько этапов – бурение, выемка грунта, бетонирование и, наконец, армирование. Погружается металлокаркас, который мы изготавливали сами, и заливается товарным бетоном с одного из бетонно-расловных узлов города Барнаула. Закончить установку сваи планируют месяца через два, а после строители приступят к монтажу пролетных строений. Пожилые жители края могут бесплатно проконсультироваться у врачей узкого профиля в Краевом госпитале ветеранов войны. Там специально для пенсионеров открыли гериатрическое отделение, где пациенты могут получить рекомендации с учетом своего возраста и общей картины болезни. А это значит, есть возможность назначить единую схему лечения и снизить общее число лекарств. Об этом смотрите в сюжете. Спокойно подняться с постели, убедиться, что нет головокружения, потом спокойно встать. Такие рекомендации врач дает самым возрастным пациентам Краевого госпиталя ветеранов. С недавнего времени здесь начали проводить осмотры и консультации для жителей 60+. К пенсионерам отношение особое, поэтому специально для них предусмотрен врач-гериатр. Он изучает и лечит болезни пожилых. В процессе старения существует несколько синдромов. Мы их пытаемся здесь выявлять и пытаемся скоррегировать эти возможности. Я слежу за своим здоровьем, но сейчас трудно в рядовые поликлиники попасть к узким специалистам. Вот здесь появилась такая услуга, здесь такое внимание, такое вот чувствуется команда. Пенсионеры также могут посетить хирургов, кардиологов и других узких специалистов. Такие приемы стали возможны благодаря региональному проекту «Старшее поколение национальной программы «Демография». Подобные меры, считают Минздраве, сделают доступнее медпомощь для людей так называемого «серебряного возраста». Добавляют, обследоваться нужно комплексно и с общими данными идти к гериатру. Он обобщает все полученные данные, он осматривает и проводит свои тесты и уже регулирует то необходимое лечение, чтобы наш пациент получал не 25 лекарственных препаратов, а именно воздействовать тогда на те точки, которые могут в первую очередь привести его к ограничению его функциональности. Всего в крае работает 17 гериатрических кабинетов. К 2024 году их число планируют увеличить до 26. Помощь оказывают и в специализированных стационарах региона. 45 коек есть в краевом госпитале, 95 в горбольнице номер 3 и по 30 мест в больницах Бийска и Рубцовска. Жителям других населенных пунктов края на прием к гериатру можно попасть по направлению врача с участка, либо напрямую обратиться в краевой госпиталь. Приехать на консультативный прием, мы принимаем этого пациента, в том числе и врач-гериатр проводит гериатрическую оценку. И если нужна необходимость в госпитализации, его госпитализируют в гериатрическое отделение. Но в принципе мы все то же самое можем сделать и для других узких специалистов. Записаться на прием в госпиталь к врачу-гериатру и другим специалистам вы можете по телефонам, которые видите на экране. На сегодняшний день профосмотры и диспансеризацию в краевом учреждении прошли больше 135 тысяч пожилых пациентов. Мария Мацеба, Александр Антропов. День с толком. Многодетная семья из Барнаула спустя 7 лет получила долгожданное жилье. До этого супруги и трое детей проживали в двухэтажном бараке, в котором не было даже санузла. Как семье удалось решить жилищный вопрос, смотрите в сюжете. Прихожка небольшая такая. Тут получается сам узел. Ольга Юрьева радуется банальным вещам. Не мудрено. Санузла в ее старой квартире не было. Огораживали унитаз и ванную прямо в комнате. И все это на 17 квадратах. От барака, в котором жили Ольга, ее муж и трое детей, остался только этот пустырь. В 13-м году здание признали аварийным. Два года назад в доме рухнула стена и жильцов выселили. Все это время многодетная семья жила в съемной квартире за свой счет. При этом Ольга слышала один ответ. Жилье вам не положено. Поболее, конечно. И поуютнее. Я говорю, там вообще ничего в бараке не было. Там просто была комната. Ни санузла, ни в ванной, ни в воду, как, ну, этот, кто он, трубы. Вообще ничего. Мы провели канализацию. Поставили унитаз, поставили ванну. Ольга и ее муж поехали в прокуратуру железнодорожного района. И после этого семье выделяют квартиру. Хотя переселить Юрьевых должны были еще 7 лет назад, до 2015 года. В установленный срок жильцы не были переселены. В связи с чем прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании администрации города Барнаула предоставить надлежащее заявителям жилое помещение. Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме. Семье предоставлено благоустроенное жилое помещение в полной мере отвечающее санитарным и техническим требованиям. О том, что вся семья сможет переехать в благоустроенную квартиру, Ольга узнала два месяца назад. Сейчас Юрьевы потихоньку обживаются на новом месте, закупают мебель. И уже через месяц планируют отметить полноценное новоселье. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. И в завершение выпуска о первом снеге в регионе. Краевые соцсети наполнились одинаковым контентом. Как снег красиво кружит и также красиво ложится на яркую осеннюю листву. Правда, автомобилистам в сентябре пришлось достать щетки, чтобы очистить авто от нескольких сантиметров снежного покрова. В Барнауле дорожные службы отчитались о том, что особенно скользкие участки обработали песчано-соляной смесью. Несмотря на то, что эти выходные в регионе будут холодными, на следующей неделе в край должно прийти тепло. В дневное время до 10-14 выше нуля, а после 10 октября местами до плюс 15-17. Так что осень еще даст возможность всем насладиться теплом. Субтитры создавал DimaTorzok